У Максима всегда было обостренное чувство справедливости и сопереживания чужому горю. С ранних школьных лет он помогал другим, в том числе детям с ограниченными возможностями, и старикам. Причем делал это искренне, не на показ. Вступил в ряды волонтеров, вел несколько патриотических проектов. В частности, это «Звезда памяти», школьники отмечали звездами дома, в которых жили участники Великой Отечественной, «Книга памяти», где собраны биографии и воспоминания нефтьюганских ветеранов. И, наконец, самый масштабный проект «Стена памяти». Активисты восьмой школы хотели установить в Сквере Победы огромный стенд с портретами и краткими биографиями всех фронтовиков Великой Отечественной, когда-либо проживавших в Нефтьюганске. С этой целью Захарчук с единомышленниками перелопатили огромное количество материала. Из музея, архива, совета ветеранов. Так обычные школьники составили самый полный и точный список участников войны. Для меня вообще волонтер – это не обязательно тот человек, который об этом кричит на каждом углу. Просто помочь кому-то бескорыстно. Я считаю, это уже добровольчеством и волонтерством. Еще Максим был большим идеалистом и романтиком. Увлекался спортивным туризмом. В 2020-м был призван в армию на Дальний Восток. Когда началась спецоперация, юноша не мог остаться в стороне и принял осознанное решение участвовать, чтобы внести свой вклад в борьбу с нацизмом. Глава города и администрация Нефтьюганска приносит соболезнования родным и близким Максима Захарчука. Власти Югры обеспечат семью всеми мерами поддержки, предусмотренными законодательством Российской Федерации. Прощание с погибшим пройдет в Нефтьюганске, где у него остались родители и сестра. Редактор субтитров А.Семкин